С начала года в Украине утонули более восьми сотен человек, среди них 84 ребенка. Такова статистика госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Тонут и на мелководье, и в окружении инструкторов. Так в чем же причина, и кто понесет ответственность за гибель детей, а также в какие мифы о смерти в воде мы довольно напрасно верим, разбиралась Фируза Бекматова. Вот так тонул наш актер. Мы хотели проверить, спасут ли вашу жизнь на столичном пляже. Но сколько ни пытались, реакции ноль. Возможно, мы тонули неубедительно. Как тонут люди в реальности, выясним позже с экспертом, а пока проверим, пристальнее ли следят за вашими детьми. Так купают детвору на одном из украинских курортов. Детский бассейн, неглубокий, длиной всего в 20 метров. Рядом родители, а главное инструкторы. Кто-то из вас уже видит, что прямо сейчас тонет ребенок. Тогда никто не заметил. Не подошли к бассейну, пошли, ну там их там построили, инструктаж проводили. Это мама того самого мальчика Сережи. Доверив сына профессионалам, в тот день она осталась на берегу боюкивать младшую дочь. А в этот день она очень быстро уснула. Я думаю, подойду, посмотрю, как купается мой Сережа. Среди бассейна, прямо по центру, ребенок, который не двигается. Я смотрю, голубые плавки, как были, как у Сережи. Не могла поверить, что тон. Ребенок уже перестал дышать. Я даже не сразу сообразила врача, я не сразу сообразила, что надо скорую вызывать. Но в массе, казалось бы, обученных людей помочь было некому. Там прибежали три медработника, никто из них не умел делать эти вещи. Это Лариса Лелека. Именно она сняла это жуткое видео. Я снимала своего ребенка, она такая у меня очень активная девочка, и за ней надо глаз за глаз. Женщина поначалу тоже не обратила внимания на тонущего Сережу. Когда все уже произошло, я вижу, что я всю дорогу снимаю этот ролик, и вижу этого ребенка, как он тонет. Ну как, он в кадре. Все смотрят, все рядом, совершенно маленький бассейн, и никто не осознает, что происходит. А дальше Лариса вспомнила все, чему ее учили на курсах оказания первой помощи, куда она пошла просто так, на всякий случай. К приезду скорой Сережа уже дышал. Да, можно проморгать. Но важно знать, что делать. Первая помощь как раз на вас. Тот, кто увидел, тот и имеет критические пять минут жизни человека, когда остановилось дыхание. Это то время, когда ты обязан что-то сделать. Ни одна скорая не успеет за это время приехать. Через пять минут мозг умирает. С начала 2018 года в водоемах Украины погибло более 800 человек. Людина, которая потребует помощи, она выснажена. В ней нет сил кричать, в ней нет сил рухаться. Это Евгений, спасатель. Говорит, обычно человек тонет за считанные минуты. От маленького поколивания в нозе до полного занурения на дно. Солонная вода три хвилины, пресная вода две с половиной хвилины. Поэтому будь наш эксперимент не проверкой, а реальной ситуацией. Парень погиб бы уже раз пять. А не будь рядом с Сережей обычной женщиной, которая оказалась полезнее профессионалов. Сережа идет в первый класс и подумает о том, что некого было бы повезти в школу. Фируза Бегматова, Евгений Каминский, Богдан Савруцкий. Подробности телеканал Интер.